Уважаемые друзья, уважаемые зрители, приветствуем вас на канале Политека. Как всегда, благодарим вас за ваше внимание и за ваше доверие. Мы рады вас видеть и, конечно же, не забудьте этому видео поставить лайк, можно это сделать авансом, пишите ваши вопросы или комментарии. И традиционно, друзья, в конце недели мы встречаемся в нашей виртуальной студии с Дмитрием Потапенко для того, чтобы обсудить те вопросы, которые есть насущными и которые касаются нашей с вами жизни. Дмитрий, рад видеть. Взаимно доброго дня. Друзья, напомню, Дмитрий, я также есть в своем YouTube-канале. Кто еще не подписан, обязательно это сделайте. Все довольно просто. Ссылочку находите в описании, переходите, подписывайтесь. И, как я всегда говорю, пускай вам будет счастье. Дмитрий, мы с вами начнем с неких прогнозов. Вы знаете, мы с вами и до Нового года, и после Нового года в нашей встрече говорили, каким же будет он, 2024 год. И вот на сцену, на авангард выходят еще два издания. Это The Time и Politico. И дают свои прогнозы. Что-то, оно сходится, что мы с вами проговаривали. Есть некоторые интересные еще нововведения. Я кратенько пробегусь по ним, а вы скажете, что вам более кажется реалистичным. И потом по некоторым двум деталям мы пройдем еще с вами детальнее. Так вот, сорванные выборы в США. Россия и Иран и КНДР могут попытаться усугубить ее. Невероятно разрушительный ураган пронесется по США за несколько недель до выборов. Трамп назовет это гневом божьим на Байдена. Вторжение Китая на Тайвань. Глобальный конфликт и большая война на Ближнем Востоке. Переворот в Кремле или даже смерть Путина. Ученые находят признаки внеземного разума, цифровой апокалипсис, хаос, вызванный глобальным потеплением, борьба с абортами и также постамериканское мировое сообщество в мировом порядке, где Африка становится довольно сильным игроком. Это то, что нам прогнозирует, пророчит политику. Ну и в целом мы еще проговорим отдельно о The Time. Но что из всего вам кажется наиболее реалистичным? И мне кажется, можно в принципе начать то, что вот-вот будет, грядет в ближайшие дни, я имею ввиду выборы на Тайване и какова будет реакция Китая? Ну, скажем так, то, что пронесется ураган и Дональд Трамп назовет это гневом божьим, я считаю, что это вполне себе реалистично. Потому что вне зависимости от того, что бы ни произошло, каждый из сторон предвыборного процесса назовет это гневом божьим по отношению к другой стороне. Все, что касается выборов в Тайване, безусловно, Китай однозначно не признает подобного рода не только выборы, но и как таковое будет оказывать давление. Для него это нормально, в том числе военно-политическое. Скорее всего, подгонит туда некоторое количество кораблей, выпишет ноту протеста. Будет ли это означать, что будет вторжение, я бы сказал, скорее нет, чем да. Потому что я, наблюдая в том числе за движением различных, не скажу за счет чего того, что там у нас сидит представитель КПК в Китае, в Гуанчжоу, который конкурирует там наши поставки, но в целом, на мой взгляд, российско-украинский конфликт, я буду к нему отсылать, на мой взгляд, показал, по сути дела, всем правителям всех стран, что шансов на Блицкрик, а именно в этом есть единственный плюс любого военного конфликта, он маловероятен. А любая затяжная история, кстати, тут в продолжение как раз арабо-израильский конфликт, она не только контрпродуктивна, но и очень малоэффективна. Поэтому, а рассчитывать на то, что как раз Китай сможет провести Блицкрик на Тайване, маловероятно. Поэтому, из всех тех отсылок, которые сделала политика, я бы сказал бы так, что глобальный, наверное, конфликт на Ближнем Востоке, на мой взгляд, куда менее вероятен, но, вероятно, все старые заскорузлые конфликты, что они вылезут на поверхность и будут, просто заполыхают с новой силой, но они будут не глобальный характер носить, а более локальный, но более жестокий. Вторжение Китая на Тайвань, я считаю, как маловероятный сценарий. Именно маловероятный, но невозможно, безусловно. Про Дональда Трампа, как я уже сказал, вполне себе вероятно, но и Джо Байден тоже выскажется. А так, ну, обычные выборы пройдут в Тайване. Китай побузит, катера подгонит, конфликт поднимется на новую точку, и мы с вами будем это в обязательном порядке обсуждать, какое количество флота подошло к берегам Тайвани. И как на это отреагировал больше Штаты, чем сам Китай. Меня больше реакция Штатов волнует. Да, согласен, но вы знаете, есть одно заявление, представитель МИДа КНР Мао Нин, он говорит, что тайванский вопрос является внутренним делом Китая, а выборы в тайваньском регионе – местные дела Китая, которые не терпят никакого внешнего вмешательства. Я хочу подчеркнуть, что тайванский вопрос является важнейшим из коренных интересов Китая и первой красной линии в китайско-американских отношениях, которую нельзя пересекать. Но оно немного напоминает и предупреждение, которое Российская Федерация в декабре 2021 года тоже заявляла. А вот интересно, чем чреват этот переход китайского последнего предупреждения, или китайской красной линии, вот это будет интересно действительно посмотреть. Я думаю, что мы же вернемся в начало, а мы увидим уже, в принципе… Штаты же не по пояс деревянный, они же тоже прекрасно понимают. Они, ну, заявили, хорошо, окей. Штаты не будут сами принимать участие. Чего, если президентом штатов был бы я? Я пригнал бы, если там я… Ну, пока мы тоже с тобой обсуждали в прошлом году, что визит Пелоси на Тайвань – это гениальная финансовая операция. То есть нужно еще приблизительно года-два для того, чтобы эвакуировать тайваньское производство в Соединенные Штаты, благодаря бездарной политике товарища Си, вот это его переклинивание. Вот как только из Тайваня будет высосано все ресурсы, и они окажутся… Производство чипов окажется в Штатах, то там просто окажется территория. Да не вопрос, захватывайте. Ну, то есть понятно, что Штаты не будут волновать, кому принадлежит Тайвань. По них волнуют исключительно экономические интересы. Это во первых строках. А если президентом Байденом был бы я, и мне нужно дать возможность завершить вот этот переход, то я туда, благо там сейчас не сильно далеко, я бы туда подогнал бы флот, он там вот за углом стоит. Ну, понятно, что это за углом так номинально, я говорю, но тем не менее все-таки у Израиля. Я бы начал движение в ту сторону, и воевал бы, если вдруг какой-то конфликт, то воевал бы сам Тайвань. Я бы даже в эту сторону не лез. Поэтому китайское предупреждение, оно, конечно, прекрасно и удивительно, но оно не имеет своей силы, потому что, ну, в Америке работают нормальные политики, которые понимают, что они туда не погонят, как это, пехотный батальон. Ну, они туда пригонят авианосец, он-то будет где-то там баражировать, не давать возможность, соответственно, китайцам развернуться, а будут тайваньские солдатики маршировать. Так что, ну, то есть, как-то картина маслом, как говорил Давид Гоцман. Да, и в то же время, как раз один из пунктов, что публикует Тайвань, о том, что Америка в 2024 году будет пытаться вернуть свою мощь, но при этом это будет слишком тяжело удаваться, поскольку снова же таки возвращаемся к тем же выборам, и многие факторы, которые на это будут влиять. Я так понимаю, в том числе и вопрос по Украине. И вот, относительно Украины, Тайм пишет, что 2024 год – это переломный момент в конфликте. Если Украина в ближайшее время не решит свои проблемы с кадрами, не увеличит производство оружия, не разработает реалистичную военную стратегию, ее территориальные потери могут оказаться постоянными и, возможно, даже расширяться. В публикации говорится, что в этом году Киев пойдет на большой военный риск, включая удары по большому количеству целей на территории России, которые спровоцируют беспрецедентные ответные действия России и могут стянуть НАТО в конфликт. Ну, последняя этой серии, мне кажется, больше такого фантазии. «Фантазер ты меня называла», как в этой известной песне. Да. Но в то же время начальный абзац довольно правдивый. Мне кажется, это как некий холодный душ для официального Киева, для того, чтобы в свете последних принятых решений, имею в виду о том, что и Кирби заявлял, что это последний пакет помощи пока до нового принятия решений в Конгрессе, то, скажем так, вот четкий и прямой сценарий, как двигаться к Киеву дальше. А мне кажется, что они просто сделали косплей, они распечатали нашу с тобой какую-нибудь беседу прошлогоднюю, попросту говоря, знаешь, через чат GPT прогнали, чтобы воды было побольше умных слов, и в фонгаре один абзац из одного абзаца просто сделали абзаца 4. Потому что 4 сейчас так как-то воспроизводилось. Я думал, ну окей, хорошо, ну сколько мы, полгода назад об этом говорили? Ну да. А то, что они как-то, ну, помощи не будет, так или там будет она сокращена, она по другой причине. Потому что, чтобы ВПК раскрутить, ну, для этого надо как-то предпринимать усилия. Потому что ВПК раскрутка – это долгие-долгие месяцы, а то и годы. Для того, чтобы просто увеличить производство танков, ракет, и потом их перебрасывать в Украину, для этого, а, первое, нужно запланировать бюджет, а, во-вторых, нужно настроить для этого как-то станки. А если для этого ничего не делалось, то, естественно, нужно находить там политические объяснения, что, извините, вот так оно получается. То есть сначала спулили то, что было избыточно, условно избыточно на складах, а потом, когда как-то пришла тема, как говорится, обновления, сказали, что, типа, вот вы тут решаете кадровые проблемы. Ну, про кадровую проблему, конфликт Зеленского с Залужным, мы с тобой тоже это обсуждали, что... Ну, это базовое то, о чем, напомните, зрители, если вы только начали смотреть канал, то найдите, когда мы с Эдуардом уже не один раз обсуждали, что Зеленскому с Залужным надо встретиться, поговорить, обозначить точки, где они друг друга критикуют, подчеркиваю, критикуют, ни в какой картине мира не должно быть, что они должны там целоваться в десны. Обозначить точки, которые они не поднимают и не выносят во внешний план. Уже там два года говорю о том, что Украина без встраивания в цепочки производства вооружения, ВПК своего, она не может сделать замкнутый цикл, она не сможет дальше не только обновлять свои вооруженные силы, но и долго противостоять там какой-то. И третье, что, отсылая к кольцу из первой темы, что потери, которые могут произойти территориальные, ну, например, той же Одессы, Николаева и еще там, ну, например, того же Харькова, это может быть даже не столько благодаря навесу в виде там вооруженных сил Российской Федерации, а за счет того, что вот этот раскардаш в организации. При том, что, опять-таки, уже охлаждая в другую сторону, которая говорит, что точно все произойдет на изи, да ни хрена подобного. По ту сторону, ВСУ, это не дети, не мальчики, которые, как это, с розовыми флажочками ходят. Там эшелонированные и очень качественно построенные, соответственно, фортификационные сооружения, много заминировано, много, соответственно, подготовлено к долгосрочной обороне. И поэтому, если у кого-то в голове, те, кто никогда не находились, не нюхали пороху и никогда не находились в окопах, все время кажется, что это в солдатики поиграть, что вот даже вот эти цели, которые периодически ставятся там, Харьков, Одесса, Николаев, что это будет как эта весенняя прогулка, то я бы хотел бы всех их немножко охолонуть. Еще желательно, чтобы вы как-нибудь там оказались в окопе, прежде чем делать подобного рода заявления. Потому что почему-то все как-то диванные эксперты не месили эту грязь и кишки вот эти не собирали. Ну, это так, частное замечание. Мне кажется, здесь важно как раз уточнить, я так анализирую вашу риторику и понимаю, что все-таки вы склоняетесь к тому варианту, что победа, она в руках в Иссуле, в украинских руках. Поскольку я на протяжении 23-го года неоднократно слышал, «Ключ к победе лежит в Белом доме», или там «Ключ к победе лежит в Америке» и так далее. Я думаю, ребята, ну это ж получается насколько гиблое дело, что мы надеемся на какого-то там дядю из-за рубежа и думаем, что у них только победа. Это вообще бредятельно, понимаешь? Все время это вот какой-то, я не люблю это слово, нарратив. И российский, и украинский, это вообще какое-то постсоветское пространство. Мы какого-то хера, каждая нация, каждая там, при том, что я не люблю это понятие, мы все время, то-то мы прислоняемся к СИ, то-то к Штатам. Мы все время говорим о собственной самостийности, при этом никакой самостийности ни хрена нет. Мы ездим там на американских, на японских, на китайских автомобилях, пользуемся всеми гаджетами возможными. Мы раздуваем собственное эго, собственные значимости, вместо того, чтобы, извините, уже хотя бы минимум, вот мы разъехались, так получилось, 30 лет въебывать, именно въебывать, не прекращая, въебывать для того, чтобы как въебывали китайцы, чтобы выстраивать понемножку, не отрицая вклада Америки, не отрицая вклада Китая, не отрицая вклада мировой экономики, мировых технологических держав в бывший СССР, не отрицая, потому что хрен ли мы все время говорим, что нет, мы все самостийны, да ни хрена подобного, мы выросли оттуда, это неплохо, нехорошо, помните условных прародителей своей экономики, своей технологии, и постепенно, шаг за шагом, выстраивать, вот действительно, встраиваясь в цепочки, встраиваясь, да, договариваясь, идя путем компромиссов, вот выстраивать свое что-то, 30 лет мы все время то к одним прислонимся, то к другим, то говорим о том, какой там Байден хорошен, то там Кеннеди нам срет куда-то, сколько уж можно уже, мы либо самостийны, либо мы полное мудачье, но это мое личное сугубо мнение, я вот наблюдаю, вот у меня шестой десяток, и вот я вот понимаю, что мы бегаем как это, знаешь, мы просто вместо того, чтобы четко понимать о себе, мы все время начинаем сраться по мелочам, то начинаем сраться по какому-то, на каком языке мы говорим, слушайте, многонациональный был СССР, ну разъехались мы, есть украинский язык, прекрасный певучий язык, есть русский язык, это никакое противопоставление, я, поскольку опять-таки бабушка, приехала, русская бабушка, приехала Васильева, восстанавливать Николаевские версии, она никогда не говорила на украинском, она говорила на суржике, при этом у нас здесь жили, там, дядя Нолик, тут дядя Боря, это русские, евреи, молдаване, украинцы, и в лучшем случае наши зарубы, детские зарубы, это было из разряда того, кто, знаете, какой абрикосы там, как абрикосы поделить с деревьев, которые растут в нашем дворе на улице Фалеевской, эти были зарубы из разряда такого, знаешь, ну, потому что у всех этих абрикосов было в жопу жри, это вот чисто там, чисто поржать, не более того, и это предел моих детских воспоминаний, я 40 дней пооказался в Николаеве, и я вот там ездил, но пока мне было там лет до 15, я никогда не помню, чтобы было, знаешь, прямо вот такое, ну, там, ну, по отношению к себе, там, у меня всегда там, москалик, так, кацап, но это было в шутку, а я их там, это жидяр-то, и все остальное, но это было вот из разряда такого, полубытового юмора, нет, сука, нам обязательно надо куда-то там, вот, что там в Америке, да ездить вы конем, что там в Америке, занимайтесь своей страной, и вот тогда все будет норм, и когда вот это тоже, в чьих руках, в руках, извините, до тех пор, пока украинская нация не начнет заниматься собой, украинские политики не получат украинское гражданство, и не начнут работать над тем, чтобы 12 миллионов надо вернуть, вернуть не принудительно, а именно то, что было бы выгодно, не заниматься национализацией, так называемой, отберем у олигархов, потому что всем олигархи не нравятся, когда отбираете у олигархов, это означает, что будущих инвестиций не будет, потому что ни одна финансово-промышленная группа, посмотрев, те, кто говорят, это справедливо, а то вот они получили советское имущество, вот Volkswagen какой-нибудь групп, у них тоже, простите, Volkswagen, BMW, и все остальные, они, простите, взаимодействовали с нацистами, они все боссы, все остальное, вы посмотрите, на вот эту нацистскую форму, у них у всех есть этот период, когда они очень долго извинялись, и когда все говорят, а вот там, давайте там, Ахметов-то идиот, там, Коломойский, там, тварь, которая там, я лично их не знаю, возможно, они не самые большие ангелы небесные, но если я буду, например, представителем Volkswagen Group, и я знаю, что там, в Украине, отобрали условного Коломойского, может быть, очень неправильного парня, может быть, он тварь последний, но у него отобрали какое-то имущество, я никогда в жизни рубля туда не дам, это же простая примчина следственной системы, и если я, например, маленький вот такой малепущенный ФОП, и я знаю, что есть гребаный гитманцев, который, вот что называется, со всеми, как это, со всеми силовиками херачат по ФОПам, идите вы в ж... я не буду открывать, а если я семья, выехавшая в Германию, в Польшу, как беженец, я не буду возвращаться в эту страну, так внимание вопрос, Штаты разваливают будущую украинскую нацию, или местные, как говорится, персонажи, которые не хотят получать украинское гражданство, хотя у них-то паспорта точно украинские, но это так, извините за эмоциональность, и мат бы я бы не запикивал, потому что он очень хороший. Сказал Дмитрий Потапенко после шикарного эмоционального монолога. Дмитрий, ну, вы же говорите то, что есть в вашем сердце, то, что вы переживаете сейчас, и я думаю, что здесь нечего скрывать, но я все-таки вернусь, к нашим делам американским. Уж простите, я-то буду интересоваться, поскольку мне потребуется ваше мнение, и это не то, что мы живем только самой Америкой, мы говорим, насколько их политика, она влияет еще и на будущее, также Украины. Так вот, очень интересное какое-то заявление сейчас сделали американцы, это пишет Блумберг, что в 23-м году обучение ВСУ за границей военной помощи Запада не дали нужного эффекта в ходе контрнаступления, при этом в Конгрессе США пока не голосуют за новую помощь Украине. Более того, американские чиновники, то, что вы уже вспоминали, беспокоят о разногласии между Зеленским, Залужным, ну, и так далее. Так вот, 10 января, выступая в Литве перед СМИ, Зеленский заявил, что ракеты для ПВО на исходе. Российская Федерация не собирается останавливаться. Путин и дальше планирует наносить ракетные удары по территории Украины. И неназванный источник заявил, что Киев уже разрабатывает детальный план на 2024 год, и он не в единственном варианте. Именно поэтому в Вашингтоне хотят ознакомиться с этими планами, чтобы понять, какая именно помощь нужна для его реализации. И здесь возникает множество вопросов. В принципе, если такое заявление звучит, то, значит, надежда на помощь, она все-таки есть. Или все рассматривается на помощь в варианте, как это было в 2023 году, когда заложный тоже дает полный список всего, что необходимо для контрнаступления, а мы видим по факту, что нам предоставляют цены на штаты Америки. Или же, уж простите за такой длинный вопрос, вспоминается недавняя история, которую также писали средства массовой информации. Бизнес инсайдер. Заложный планировал провести контрнаступление в 2022 году, чтобы изолировать россиян в оккупированном Крыму, но США не поддержали этот план. Так вот, возникает вопрос, а мы, Соединенные Штаты Америки, во всем должны информировать? Или они в какой-то момент тоже скажут, ребята, вот это нам не нравится, вот здесь переписывайте, а вот здесь вы туда не пойдете, заложный, давай охрана отмена. Ну, здесь сложность в Украине, вот она заключается в следующем, в базовом, что они собственные ВПК, ну, то есть, это бывшее постсоветское пространство. Мы как-то разъехавшись, не разъехались. Мы вот как живем в коммуналке, так и живем. У нас, условно говорят, туалет один, и нам, может, очень сильно не нравится, мы, конечно, толчки поставили, знаешь, через стеночку, через вот простынку повесили, и вроде как говорим, не-не-не, ребята, мы теперь там, одни говорят, мы Россия, другие говорят, мы там Украина, хрена лысого. Мы, еще раз говорю, наши вот это, я не люблю три вещи, вы это знаете, я говорю об этом каждый раз, что три фейка, на которых человечество сначала разъединилось, а потом не знает, как с этим жить. Это государство, религия, и национальность, не путать с расой. Вот у нас труба все равно одна, и, к сожалению, так получилось, что понятно, что большая часть промышленности, в том числе ВПК, досталась большей территории, это РСФСР бывшая. У Украины она меньше, и поэтому, конечно, без собственного ВПК, и, на самом деле, конечно, встроенного в европейское ВПК, конечно, Украине вытащить любой военный конфликт будет невозможно. Касаемо того, что надо ли как-то советоваться, естественно, когда ты зависишь во многом, по большей части, от своих, куда более великих или огромных партнеров, ты, по сути дела, носишь характер такого просителя, или даже, я бы сказал бы, коммерческого директора, когда есть совет директоров, и генеральный директор, потом исполнитель, это не только коммерческий. Поэтому, если говорить о планах залуженного, например, по Крыму или там его изоляции, ну, точно так же, как с контрнаступлением, те, как это, это перегретые мечты, это невозможно, вот просто физически, для того, чтобы, условно говоря, даже вопрос, рассчитывать на то, что Штаты, Европа поставят столько вооружений, сколько нужно залуженному, залуженный совершенно нормальный, ну, он меньше политик, он больше военный, он, безусловно, ну, по моим оценкам, процентов на 20, на 30 завышает потребности, совершенно нормально, так делают абсолютно все чиновники всего мира, проси больше, получишь меньше, он делает нормально, но даже если, условно говоря, отрезать даже 30 процентов от того, что он просит, даже этого недостаточно, для того, чтобы, ну, вести какую-то историю с, там, блокировкой Крыма, поэтому, на сегодняшний день, на мой взгляд, если уже говорить, то концентрация должна быть, конечно, на защитных, в первую очередь, функциях, с возможными, какими-то точечными обменами ударов, но не более того, говорить, потому что без масштабной, действительно, мобилизации, а мобилизацию нельзя проводить, то есть, вот этот закон о мобилизации на 500 тысяч, почему он контрпродуктивный, потому что он очень сильно ослабляет, в первую очередь, политическую поддержку, потому что, когда и так, вот эти факты, когда гребут людей с улицы, они все больше, они работают не в плюс, а в минус, и здесь нужно минимальными средствами, подчеркиваю, минимальными средствами, вот как-то, ну, есть момент клинча, когда входит боксер в клинч, и ты понимаешь, что, например, нельзя, нельзя просто пропустить удар, вот сейчас, на мой взгляд, у Украины и у ВСУ, может быть только защитная реакция, вот ушел в клинч, соответственно, ушел в защиту, в глухую защиту, и вот до тех пор, пока не замедлится, соответственно, натиск, нельзя проводить ни масштабную мобилизацию, ни запрашивать избыточные средства, потому что партнеры, которые являются партнерами, Штаты, Европа и все остальные, понимая, что идет шапка закидательства, могут просто обрезать даже то, что они дают, и вот этот момент, как раз, вот этого раскардажа в планировании между офисом Зеленского, Залужного и, соответственно, внешнеполитическом ведомстве, он куда более фундаментальный, это стратегический просер, именно поэтому я и говорю, что потеря новых территорий может произойти вот как раз того же, той же Одессы, там, Николаева и все остальное, и там, областей, именно благодаря неверному стратегическому планируют. Ну, кстати, о планировании, когда республиканцы сейчас показывают свой план победы Украины, и там называют три составляющих, это предоставление Украине критического важного оружия, ужесточение санкций против режима Путина, и передача Украине 300 миллиардов замороженных российских суверенных активов. Я так понимаю, это просто можно больше оценивать, как республиканцы входят в предвыборный вот этот процесс. Это декларация, да, я просто извини, что скажу, это просто декларация. Причина очень простая. Значит, передача 300 миллиардов это очень фантастический процесс, он сложно организуемый, сложно реализуемый, он просто сложно реализуемый. Я знаю тут уже два года эту историю, вот б-б-б-б-б-б. В первую очередь проблема с замороженными активами не вопрос морально-этический, а он совершенно в другой плоскости. Никогда изъятия государственных активов не происходило. И как только произойдет изъятие любого актива, государства воевали и будут воевать. И есть куда больше активов, например, тех же самих Соединенных Штатах, которые тоже воюют, и у них будет пострадавшая страна. Тот же Китай, который тоже не сильно хорошо ни к Тайваню, ни к Тибету не лежит. Тот же, соответственно, та же самая Турция, которая наземную операцию в Сирии проводит. Как только происходит спусковой механизм, как появляется какой-то законопроект, что воюющая или напавшая сторона может получить изъятие активов из финансовой системы, мало того, что если это вдруг произойдет, это будет блокировать как раз Турция, Индия и Китай, основные выгодоприобретатели этого военного конфликта, но и самое основное, что они сделают, если этот законопроект проскочит, например, в Евросоюзе, Турция, Индия и Китай начнут сворачивать свои размещения и свои инвестиции как раз в Штатах и в Евросоюзе. Почему? Потому что они будут понимать, то есть мы что будем, я, например, Си, я что должен, соответственно, у меня есть агрессивная позиция по отношению к Тайване, я что должен с этими европейцами, что ли, советоваться, да идите вы в задницу, я не буду этого делать. Вот поэтому это проблема 300 миллиардов, поэтому шансов на это, ну, он нулевой, он близко к нулю. Передача вооружений это другая, это тоже абсолютно экономическая, никакая не военная проблема. Это проблема как раз того, что ВПК, он пожирает экономику, это может делать только авторитарный правитель, то есть любая демократическая институция, любой бюргер, любой, соответственно, реднек будет понимать, минуточку, вот ВПК мы держим, ну, мы и так-то смотрим на расходы военные не очень хорошо, потому что это расходы из моего там, из моего трака, из моих покупок какой-нибудь кукурузы гребаной, потому что все же понимают, это деньги не производительные, а тут еще надо увеличить, и не просто увеличить, еще передать какой-то Украине, где-то там находящейся за три земли, поэтому никто это раскручивать не будет, почему я говорил о том, что это идеальная финансовая операция, передача как раз кассетных боеприпасов, ну, и вот фундамент в этом, фундамент всегда, извините, бабки, 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 как бы кому-то не хотелось, за всем лежит абсолютная чистая экономика, именно поэтому я говорю, что политика это перепачканная в дерьме экономика, и никак иначе. Но, кстати, по поводу третьего пункта о вооружении, тут же появляется новенькая статья за New York Times. Пентагон выпустил доклад, в котором говорится, что военная помощь Украине плохо отслеживалась и контролировалась. По словам издания, генеральный инспектор Пентагона обнаружил, что представители Минобороны и дипломаты в Вашингтоне, а также в Европе, не смогли быстро и полностью отчитаться обо всех из почти 40 тысяч единиц оружия, отправленных в Украину. В докладе Пентагона говорится, что американские чиновники не отслеживали должным образом переносные ракетные комплексы, дроны, камикадзе и приборы ночного видения на сумму более одного миллиарда долларов. И это еще один плохой сигнал для Украины и США, мне кажется. Теперь вопрос военной помощи, он будет еще больше использоваться республиканцами. Конечно. Не, ну это понятно. Бабки, 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 бабки. Ну, тут же момент же всегда и коррупция в Украине и, соответственно, неверное расходование политических. Это всегда, ну, я же говорил в самом начале, что у войны есть маркетинг. К сожалению. Вот эти все, как бы, там, разорванные дети, собачки, кошечки, к сожалению, точно так же, как в рекламе, извините, там, средств гигиены, как, или там, какой-нибудь любой другой херни, там тоже существуют там дети, собачки и женщины голые. И вот тут тоже самая абсолютная история. Как только снижается вот этот накал страстей, то продать избирателю те или иные расходы становится невозможно. Так что. А мир, а когда будет, извините, дополню, что когда будет наступление подписанного демаркационного соглашения и мира, получить бабки на условное восстановление будет практически невозможно. Будет поставляться ровно там, потому что воровство все равно будет, коррупция все равно будет, и каждый, соответственно, тех, кто выдают деньги перед своим налогоплательщиком, а поскольку существуют оппозиционные силы будут существовать в Украине, они будут это вытаскивать, они будут говорить, что а там кто-нибудь приобрел там бриллиант, квартиру в Кончезаспе или еще что-нибудь, это будет вылезать. Европейские политики это будут вытаскивать. Поэтому это процесс. Нет ничего нового под солнцем. Да, абсолютно, да. Абсолютно. Еще об одной очень яркой новости. США и Британия нанесли удары по позициям хуситов в Йемене. В атаке на Йемен принимают участие такие страны США, Великобритания, Австралия, Нидерланды, Бахрейн и Канада. Официальные данные представителя Пентагона это и уже арабский сегмент накрывает очередная волна ненависти в сторону США и Британии. Видим некоторые такие последствия, что нефть немного подошла в цене. Но теперь, как мне кажется, все ждут еще и реакцию региона и особенно Ирана. В целом, что, по вашему мнению, здесь может разворачиваться и чего ожидать? Ну, здесь, значит, поскольку мы первую часть с тобой обсудили, вот, я внимательно наблюдаю, не очень хочется, но приходится наблюдать за тем, как разворачиваются вот эти там, конфликты в этом регионе. Естественно, я наблюдаю исключительно исходя из того, что будет происходить с энергоносителями. Я так, насколько понимаю, Россия взаимодействует и с Ираном, и, естественно, с КНДР. Ну, это нормально, да, поскольку, опять-таки, нормально, опять-таки, не для розовых пони, а для тех людей, которые с нами регулярно проводят аналитику, эти аналитические беседы. Задача России удешевлять каждый день военного конфликта. Совершенно нормальный процесс. Вот. Иран, я так понимаю, что получает часть каких-то технологий по косвенным признакам, как это, по кругам на воде, получает часть технологий из Российской Федерации. Но Российская Федерация тоже не заинтересована в высочайшей степени эскалации. То есть, Российская Федерация не заинтересована в автономности Ирана от этих же технологий. То есть, России интересно, чтобы Иран конфликтовал с Израилем, но держать Иран на коротком поводке. И в этой части, насколько я себя понимаю, ну, потому что для России в конечном итоге нужен не конфликт Ирана с Израилем, для России нужен конфликт Ирана с Израилем для того, чтобы поднялись цены на нефть. Потому что это в конечном итоге... То есть, война является, или военный конфликт, который там будет происходить, это в конечном итоге абсолютно экономический процесс. Как бы кому-то не хотелось, опять-таки, у нас мира розовых пони, но у нас в комментаторах, надеюсь, нет, все понимают, что война исключительно... Как бы это вот плохо бы ни звучало, что жизни людей, они абсолютно экономический расходный элемент. Наша с вами жизнь. Задача просто это понимать и не влезать. С другой стороны, может быть такая история, что использовали войну как инструмент, а переросло все как в последний какой-то аргумент? Я бы сказал бы, что политики высокого уровня рассматривают войну как один из инструментов достижения. Как говорит мой любимый фонд Клавзовец, которую я всегда привожу в качестве стратега, задача любой войны это достижение мира на наиболее приемлемых победителя условиях. Задача любой, подчеркиваю, войны это цель любой войны. Поэтому война это всегда экономический процесс, а нифига не из разряда а вот там кто-то безумный куда-то пошел, потому что ему там например не нравится Вася, потому что Вася плохо о нем обозвал. Политики из другой когорты, они могут, ну я это просто наблюдал в реальной жизни, как говорится, они могут соплями друг к другу исходить, вцепляться в волосы, вырывать, а когда камеры отключаются, ну я думаю, ты как журналист это расскажешь там на своих примерах, я это вот видел сплошь и рядом, они прямо соплями могут порвать рубашку, а потом обнимутся, целуются, идут бухать в одно кафе, ну такой вот политический театр, я думаю, ты расскажешь куда больше это там на реальных примерах и куда более людьми понятно, я-то это видел прямо на высшем политическом уровне, прямо вот реально выходит, прямо вот думаешь, господи, ну после этого ты уже даже срать на одном поле не сядут, не, ни хрена, там в эфире там стаканами друг друга обозвали себя последними словами, ровно через 15 минут выходят, рассаживаются по лимузинам, обнимаются и вечером где-нибудь бухают в одном абсолютно ресторане. Но с другой стороны, Дмитрий, не кажется ли вам, что сейчас вот вторая неделя января 24-го года, а такое чувство, что все сорвались с цепи, то Соединенные Штаты Америки и Великобритания тут по имену, мы с вами начинали разговор с того, что возможный конфликт на Тайване, Северная и Южная Корея между собой сейчас начинают все больше накал страстей и Южная Корея стягивает войска, Северная Корея продолжает свои обстрелы, ну и многие другие, можно перечислять тоже и Ближний Восток, это Третье мировое интро или все-таки есть тот же экономический потекст, о котором вы говорили ранее? Я сказал бы, что это скорее обострение старых конфликтов, то есть Северная Корея брятся это оружием, Южная Корея брятся это оружием, но нет, они постреляют друг к другу, они постреляют в сторону друг к другу, может быть погибнет взвод с одной и с другой стороны, но это не полномасштабно, я говорю, российско-украинский конфликт при всей его плохости, на мой взгляд, вот еще раз говорю, если бы я был политиком, условно, уровня Си и даже Путина, показал, что невозможен Блицкрип, ведь потому, что исходя из первых недель, по формальным признакам, Россия должна была не просто до Киева дойти, Россия должна была просто поглотить всю Украину просто вот за пару месяцев, и рассказы о том, что это произошло потому, что произошла остановка, да ладно, ребятки, вы забываете главный момент, что для того, чтобы поглотить, вот просто это многие не понимают, что для того, чтобы не только нужна танковая бригада, которая войдет и поставит флаг, но нужно подтянуть тылы, для того, чтобы поглотить огромную территорию, нужно вот сзади должен идти такой хозобоз, причем хозобоз вооруженный, то есть, если, условно говоря, Украина там была до военного конфликта 43 миллионным, то нельзя ее поглотить с 67-километровой военной бригадой, для этого нужно как минимум в Украину закинуть, как это, ну, миллионов 5-7, причем так вот просто закинуть туда, и чтобы эти люди были готовы вести и хозяйственные функции, и одновременно подавлять партизанское движение, потому что огромный широкий фронт, люди просто не понимают, что такое масштаб тысячи километров, причем тысячи километров не просто проехать, как говорится, на жопе ровно, а когда из каждого сантиметра в тебя летит металл, с каждого сантиметра, не вот ты проехал 100 метров, и металл, вот тут у тебя 100 метровку прошел спокойно, а вот тут-то в тебя стреляют, нихера подобного, ты все эти тысячи километров, ты каждую секунду, каждый сантиметр имеешь возможность остаться без ноги и без руки, просто тебя разорвет нахер, и поскольку вот этого понимания нет, всем кажется, а, вот все как в компьютерной игре были, да ладно, что там, вояк пошлем, что значит пошлем, ну, то есть, для того, чтобы, и то же самое касается всех остальных конфликтов, вот российско-украинский конфликт, на мой взгляд, если его анализировать сухо, безэмоционально, что нам нужно там захватить Тайвань, нам нужно захватить Сирию, я подчеркиваю там, с точки зрения там, Эрдогана, или с точки зрения, например, того же какого-нибудь Алиева, например, ту же Армению подмять Азербайджану будет очень-очень дорого, одно дело, какую-то условный Карабах подмять, который очень там, локальный, совершенно другое, там, например, попытаться, что там в Армении всего 3 миллиона, это очень немного для большого Азербайджана, но тем не менее, говорю, мы сейчас проходим вот эту кровавую баню, которая впоследствии, на мой взгляд, для нормального политика будет очень серьезным как-то останавливающим фактором. Вы знаете, Дмитрий, я на последнее хочу только спросить вас одно заявление, которое прозвучало из Европы. Министр обороны Италии, пришло время для переговоров по Украине. Кажется, пришло время для активной дипломатии наряду с военной поддержкой, так как с обеих сторон поступает ряд важных сигналов. Ну, по его словам, Россия демонстрирует готовность вести переговоры, и позиция Украины кажется менее бескомпромиссной, чем раньше, добавил Крозетта. Интересно, что с той же Италии буквально неделю назад звучали еще изъявления о том, что нужно создавать единую армию Европы, о чем мы с вами также говорили в наших эфирах. Не кажется ли вам, что сейчас Европа сделала такое заявление, поскольку понимает, что, друзья, угроза настолько реальна, что лучше сейчас договориться, или все-таки нам придется создавать армию для того, чтобы отражать агрессию Российской Федерации уже на нашей территории? Опять-таки повторюсь, российско-украинский конфликт показал полную недееспособность или очень слабую недееспособность ООН, вообще любых координационных советов. Это, кстати, некоторые, потому что у нас, опять-таки, я не люблю пропаганды ни левой, ни правой, ни с жовто-блокитным, ни с бесиком, одинаково. Многие говорят, а вот БРИКС это будет лучше, чем G7. Ничего подобного. Любые кооптивные, соответственно, противоречия, которые присутствуют, а в БРИКСе они куда больше, чем в G7. Это Индия и Китай, например, просто чтобы вы себе понимали, которые страны за 30 лет не сделали ни одного совместного проекта, а они крупнейшие в БРИКСе с точки зрения экономики. Они порвут это к черту матери, как только это пойдет до реальных дел. Так вот, я могу сказать, что ООН и НАТО это институты, которые нуждаются в полном пересмотре. Поэтому создание или пересмотр и НАТО, и ООН с точки зрения правил игры и возможности организации, ну, какой-то... Не обязательно против России. Как раз у меня, ну, честно, это действительно глубокое убеждение, что российско-украинский конфликт показал, что дергаться на Европу, в России, опять-таки, ресурсно не вытянет. Просто не вытянет. Пропагандистские шоу это пропагандистские шоу. А когда нужно послать, условно говоря, не танковую бригаду, а когда нужно закачать там даже те же полмиллиона скоординированных многоэшелонированных, соответственно, войск, соответственно, это невозможно. Просто невозможно. Поэтому, друзья, делайте выводы, не забудьте писать ваше мнение в комментариях, ну, и, конечно же, также поддержите это видео вашим лайком. И самое главное, как всегда я говорю, друзья, берегите ваших родных и близких. Это самая главная ценность в нашем мире. Дмитрий, вам желаю хорошего дня, позитивной недели. До следующих встреч на нашем канале Политека. Ну, и, конечно же, вам через экраны жму руку и до новой встречи. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова